всем привет как у вас дела надеюсь все хорошо отлично в этом видео хочу рассказать немного городе новый юрингу и плюсы и минусы этого города стоит ли сюда приезжать на заработки стоит ли сюда переезжает на постоянное место жительства так сказать менять свое надоедливый быт на другой надоедливый быт и так я не зря снимаю эту речку так и хочу сразу сказать что город разделяет на две части северная часть города южная часть города и вопроса тут местный называет чушка северка эта речка на его разделяет справа допустим мост можем увидеть все вопрос нету моста это речка еще глубиной 50 70 сантиметров кто здесь например не умеет плавать может здесь научиться плавать в течение здесь мы сильные очень очень не сильны и кстати да если на улице здесь плюс 30 плюс 28 течение недели то вода все равно холодно прохладно часок горячая вода холодно потому что здесь город находится новую рунгу и находится на я нау ямала-меск северная часть страны здесь город окружает на магия то есть многолетний мерзлый грунт хочу заметить что надо назвать правильно многолетний мерзлый грунт они так просто некоторые люди ошибочно или по незнанию скорее всего по незнанию называют вечная мерзлота но все мы знаем что нет ничего вечного даже вот горы горы даже горы не вечный разрушается исходя из того что например есть пословица вода камень точит еще в этом пляже свой пляж плюс когда на улице плюс 30 плюс 28 мест нет все за это все за это везде люди город строится тут новой стройки расширяется ну расширяется при этом можно сказать что расширяется она просто строится внутри своей территории если человек кто-то мы из средней азии из центральной россии и южной части россии сюда приезжает с целью на заработки то ему стоит обратить внимание конечно первую очередь на стоимость аренды жилья средний средний просто средний однокомнатной квартиры можно взять за две с половиной тысячи и туда входит конечно все все интернет и счетчики и комуналка то есть ты просто платишь за аренды жилья без половиной тысячи я это говорю суточно вот просто все все сдают посуточно ну и выгодность иметь посуточно кстати да насчет жилья еще хотел бы добавить здесь одна комната квартира 6 миллионов рублей представляете город новый рунгой одна комната квартира 36 37 квадратов 6 миллионов рублей от 6 миллионов зависит какой там ремонт еще здесь магазинах очень дорогие продукты сезонные товары дороже на 100 процентов дороже продукты молочное питание примерно дороже на 60 процентов спрашиваешь почему так дорого отвечает типа далеко вести аморизация и так далее как мы знаем что у рингой новый рынку находится ближе к полярному кругу а если быть точнее этого примерно на насколько насколько на 8 а если быть точнее то примерно на находится нас нет не из то примерно 80 километров вот 80 километров до полярного круга это значит что здесь летом белые ночи зимой темные ночи например декабре январе месяца здесь бывает световой день минут 30 максимум 45 минут а летом вообще солнце не садится исходя из этого что все зелень быстро зеленеет цветы бы быстро цветут даже иванчай например быстро цветет летом есть либо очень холодно либо очень жарко кстати хочу заметить что здесь плюс 18 плюс 15 это уже тепло плюс 29 плюс 30 все жара не выносима вообще вообще невыносима она здесь здесь климат скорее всего влажный поэтому она невыносима допустим южной части россии и других стран ближе к упадру там жара выносима там жара например как в сауне просто жарко и все а тут тут еще кислорода мало ты еще жарко просто невыносима интернет здесь мобильная связь мобильный интернет очень хорошо ладь любой оператор нас насчет этого не надо беспокоиться если сняли квартиру то начнем интернета вай-фай интернета можно не беспокоиться можно пользоваться мобильным интернетом такси здесь скорее всего также и в других канадах но таксисты здесь зарабатывает зимой например декабре месяце примерно до 200 тысяч рублей конечно ты исходя из-за того что зимой люди не хотят свою машину заводить там с одного места это восемь 100 метров даже здесь братьев минус 40 не охота не всем охота поэтому здесь часто вызывает такси да и это тут кроме новостроек кроме новых домов строится школы поликлиники парки и так далее и того что можно сказать про этот город чисто для заработка можно сюда приехать на год-полтора максимум на надоедать этот город вообще а так лучше жить в южной части страны ну вот делайте выводы это очень краткий краткий обзор это чисто мое мнение ладно всем пока пишите в комментариях вот что-то я забыл может кто-то уже живет в этом городе